Как я прилетел в США вот с этим одним рюкзаком? Насколько сложно мне дался перелет и переезд в США? И с какими проблемами я столкнулся же в первое время? Обо всем этом вы узнаете из этого видео. Друзья, всем привет! С вами Макс и вы находитесь на канале Keep Going. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, насколько же сложно мне было переехать в Америку, как это произошло и как мне получилось приехать сюда всего лишь с одним рюкзаком и остаться здесь. Во-первых, мне очень долго не давали визу. То есть я получил свою визу в США, это туристическая виза, всего лишь четвертого раза. То есть да, у меня было три отказа и на четвертый раз мне дали визу. На тот момент я жил уже в Дании и поэтому я прилетел сюда с Копенгагена. То есть это был прямой рейс Копенгаген-Лос-Анджелес. Также почему такой выбор, почему я летел в Лос-Анджелес? Потому что я до этого уже бывал в Америке по программе Work and Travel. И я был на восточной стороне Америки. То есть это был Нью-Йорк, Бостон, я видел все эти города. Но никогда не бывал на западной стороне. То есть здесь в Лос-Анджелесе всегда мечтал об этом, но не было такой возможности. Поэтому я решил лететь в Лос-Анджелес. С Лос-Анджелеса поехать в небольшой тур. То есть это должно было быть Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Лас-Вегас. То есть это были три мои точки, которые я хотел увидеть. И дальше не было никаких планов. Поэтому начнем мы с того, что я летел с Копенгагена. Да, и летел я авиакомпанией Norwegian. На то время я не знал, что это за компания. Я просто увидел дешевый билет. Я купил этот билет, кстати. Я купил билеты туда-обратно. То есть это был Копенгаген-Лос-Анджелес, Лос-Анджелес-Копенгаген. И эти билеты в обе стороны мне обошлись, по-моему, в 400 долларов. Даже, возможно, меньше, там 380 или 390 долларов. То есть на самом деле это довольно-таки недорого. Но на то время я не понимал, почему. Сейчас я вам расскажу, почему. Плюс к этому я еще купил бортмил. То есть бортмил, это вас обязательно должны были покормить. И бортмил стоил, по-моему, в проеме 50, возможно, даже немножко больше 60 долларов. Перед перелетом я как-то, знаете, нервничал, волновался. Летел я сам. Я еще боялся того, что, может быть, меня не впустят в США. Потому что слышал такие истории, что людей на границе разворачивают обратно в их страну. То есть депортируют даже по прилетам в США. И поэтому я волновался. Я не ел. В самолете я уже летел голодный. Нас должны были кормить. И да, нас там покормили. Но принесли такой маленький-маленький бортмил, которого мне действительно не хватило. Даже не то, что наезд, а я даже не почувствовал то, что я что-то съел. Я был ужасно голоден. Я хотел что-то себе, ладно, думаю. И это был весь бортмил. То есть один раз принесли такую маленькую порцию. И больше нас не собирался никто кормить. Я попытался заказать себе еще какую-то еду, какой-то сэндвич. Но ничего не было в наличии. Вот просто ничего не было, кроме чипсов. И поэтому я все 11 часов летел голодным. А рядом возле меня, на соседнем ряду, сидели трое бодибилдеров с Копенгагена, которые летели на соревнования сюда в Америку. И вот они постоянно ели. У них были огромные такие сумки. И в сумках было много еды. Потому что, знаете, им нельзя долго голодать. Кажется, там полтора-два часа они сидели, что-то ели. И постоянно это были какие-то креветки, какая-то курица какая-то и все подобное. То есть, знаете, я вот сидел голодный. Они рядом возле меня сидели, ели всю эту еду постоянно, без остановки. Это было ужасно. После этого, после этого опыта, который я получил, я всегда беру с собой еду. Не имеет значения, включен бортмил, не включен. Все равно беру с собой еду, на всякий случай. Потому что лучше взять еду и, например, ее не съесть, чем лететь потом голодным. Это уже первая вещь, которую я понял за тот перелет. И почему так получилось? Потому что, когда я летел первый раз в Америку, и мы летели с друзьями компании KLM. И там тоже был включен бортмил. Но там нас кормили действительно по-царски. Это был мой первый перелет в жизни. И я не знал, как вообще выглядят перелеты. То есть, мой первый перелет был через Атлантику. Мы летели с Парижа в Бостон. KLM. Нас кормили, наверное, каждые три часа, возможно, даже чаще. Приносили всякие снеки, приносили горячие блюда. Даже наливали бесплатно шампанское. То есть, это было очень-очень классно. Я думал, после этого, что все такие интернациональные перелеты через океан, они всегда происходят вот так. Но, полетев в Норвежин, я понял, что это совсем не так. И после того, как я прилетел уже в Лос-Анджелес, это был 11 часов перелет, я летел голодный. Я не выспался, потому что вылетали мы рано утром с Копенгагеном. И прилетели вообще в непонятное время в Лос-Анджелес. В общем, состояние моё было не очень. Я был разбит, я был голоден, я уставший. И тут началась большая, прям огромная очередь на выходе с аэропорта. То есть, для того, чтобы было перейти уже часть дьюти-фри в нормальный аэропорт, вам нужно было пройти пограничный контроль, пообщаться с офицером, который должен был поставить вам штамп в паспорт и впустить вас внутрь страны. Кстати, насчет этого штампа в паспорте. Вот раньше так было, что когда вы прилетаете, вам всегда ставили этот штамп на полгода. То есть, этот штамп означал, что вы должны вылететь с Америки в течение этого срока, до той даты, которая указана. Сейчас уже ставят эти даты на неопределенные числа. То есть, может быть, две недели, может быть, месяц. Там, я не знаю, как это происходит, но ставят уже совсем по-другому. Некоторым продолжают ставить на полгода, но некоторым ставят, если они в чем-то сомневаются, ставят намного меньше штамп. Поэтому сейчас уже так не получится приезжать каждый раз на полгода. Может быть, совсем по-другому. И, в общем, тут начался момент то, что, во-первых, я простоял в очереди, наверное, больше двух часов. Потому что очень было огромное. Там была одна очередь для граждан, вторая для тех, у кого гринкарта. И третья, которая обычные туристы. Вот эта очередь была самая большая. Еще тут я потратил очень много времени. И когда я попал уже к самому этому офицеру, я больше всего боялся того, что меня не впустят в страну. И тут начался мой такой небольшой разговор с офицером, после которого меня забрал полицейский и отвел в комнату, в которой происходит как бы допрос. Там я просидел еще 3-4 часа. Но я думаю, что об этом я уже расскажу вам отдельно в видео, которое будет про депортацию. Потому что на тот момент я мало что знал об этом. Теперь я прошел вот этот интервью, я прошел этот опыт, сам его получил. Пообщался с многими своими знакомыми, которые прошли подобные, либо которых даже депортировали с Америки, вот прямо на границе. И я считаю, что для этого можно записать отдельное видео, потому что там есть о чем поговорить. Довольно-таки обширная тема. Поэтому, друзья, про это я расскажу уже детально в следующем видео. В этом мы вернемся к тому, все же, как я попал в Америку. В общем, после общения с этим офицером, меня взяли в эту комнату. Там я просидел тоже 4 часа. И, слава богу, меня отпустили. И вот как только я перешагнул линию аэропорта, я вышел с аэропорта, я был уже полностью разбит, потому что я был ужасно голоден. Я уже не ел практически сутки. К тому зиму я не спал. Я сидел там в ожидании, нервничал. Я вышел с аэропорта. Единственное, что я хотел сделать, уйти оттуда как можно дальше, чтобы меня точно никто туда не забрал и депортировал уже обратно. Но тут еще столкнулся с другой проблемой. То, что я особо-то и не был готов к тому, что меня впустят в Америку. Поэтому я никак ничего не планировал. У меня был только забронирован отель на 3 ночи в Лос-Анджелесе, но в очень, как бы, но в очень дальнем районе от аэропорта. На то время я ориентировался вообще в Лос-Анджелесе и не понимал того, насколько он огромный. И мой отель оказался очень далеко. Это, наверное, было километров 40 или 50 от аэропорта. Ехал я на автобусах, потому что у меня не было, во-первых, даже банально сим-карты на тот момент. Я ничего не покупал, у меня не было интернета на телефоне. Единственное, что я сделал, в аэропорту я подключился к Wi-Fi и проложил себе в Google-карте маршрут на автобусе с аэропорта до этого отеля. Там было две пересадки, то есть три разных автобуса мне нужно было использовать. Я это все заскринил, заскринил все названия этих автобусов, остановки, вышел с аэропорта, там взял бесплатный автобус, который ходил с аэропорта до ближайшей автобусной остановки, поехал на этом автобусе, вышел. Потом мне нужно было купить билетик на автобус. Вот тут у меня получилась проблема, потому что у меня не было мелких денег. Я почему-то не помню, мог я там пользоваться картой, либо не мог. Я помню, что я пытался рассчитаться этими мелкими деньгами, но они почему-то у меня не подходили. Крупные купюры, по-моему, автомат не брал, потому что он не давал сдачи. И, в общем, я долго стоял возле этого автомата, пока какая-то женщина не купила мне сама билет и не дала мне этот билетик. В общем, билет стоил 1,75$, ну и еще сама карточка стоила 1$. Карточку выкупаете 1 раз и можете ей пользоваться 1 год или больше. В общем, билет-то недорогой, но нужно иметь с собой какие-то мелкие деньги, чтобы была возможность купить хотя бы этот билет. У меня были либо сотки, либо вообще, я не знаю, на карте были какие-то деньги, но я не помню, почему я не воспользовался картой. Вот реально не могу это вспомнить. Но мне кажется, что именно в том автомате нельзя было пользоваться картой, наверное. И после того, как я купил этот билетик, я уже нашел нужный автобус, в нужном направлении, поехал в одну сторону, там пересел на другой автобус. И в целом, вся эта поездка у меня заняла, наверное, 2-2,5 часа, это добирался до своего отеля, потому что было это очень далеко. И ехал я как бы поздно ночью, иногда приходилось ждать пересадки автобусов. Ну, слава богу, я добрался в нужное место, я дошел, я нашел. То есть я нашел это все без интернета, без телефона, без ничего, просто своими силами и даже не спрашиваю никакой помощи. Кстати, еще одна смешная история в том, что на самом деле, знаете, в автобусах и метро ездят тут не очень хороший контингент. Обычно это какие-то малоуспешные люди, да, либо вообще бездомные, потому что у всех есть машины, все ездят на своих автомобилях. Но в этом даже не вся суть, а суть в том, что в ту ночь, когда я ехал в автобусе, я не знаю, каким образом, но я познакомился с одной женщиной, с которой мы разговаривали, она медсестра, она мне рассказывала про свою жизнь, я рассказала, что я только вот прилетел, буквально полчаса назад вышел с аэропорта, первый раз в Лос-Анджелесе, и я ей сказал, показал свой отель, в который я еду. Она сказала, что да, отель хорош, но типа очень далеко, ну, то есть ездить туда вообще не вариант, ты далеко будешь от города, от всего прочего, ну, тогда я этого не понимал. Но суть в том, что Лос-Анджелес огромный город, да, казалось бы, то есть он действительно огромный, много миллионов людей. Я вот ехал в этом автобусе, познакомился с этой женщиной. Потом после этого я там еще путешествовал по Америке, я съездил все-таки из Сан-Франциско и Лас-Вегас, я слетал во Флориду. Потом я решил все-таки вернуться в Лос-Анджелес, и суть в том, что первый же день, когда я вернулся в Лос-Анджелес, я опять в автобусе встретил эту же женщину. И я ей говорю, вау, ну как это так, типа в таком огромном городе, ты первая, с кем я познакомился в Америке, и опять я тебя встретил, когда только прилетел в Лос-Анджелес. То есть это было вообще невероятно. То есть я помню, я опять вышел с аэропорта, сел на автобус, и в этом же автобусе я встретил эту же женщину. Это вообще было, ну, невероятно просто. И мы опять с ней пообщались, я рассказал, что вот я целый месяц путешествовал по Америке, и вот только опять прилетел в Лос-Анджелес. То она была, конечно, от этого в шоке. И вот, друзья, я благополучно добрался до своего отеля. Получается бесплатно, потому что даже билет на автобус мне купила другая женщина. Но если бы я ехал на такси с аэропорта до этого отеля, я бы минимум отдал бы, наверное, 60, возможно, даже 80 долларов за эту поездку. То есть это полцены моего перелета с Копенгагена в Лос-Анджелес. Поэтому, понятное дело, я экономил как мог. И ехал на автобусе. Хотя это было намного сложнее, дольше, но так я прочувствовал город. Я увидел больше, я пообщался с людьми в автобусе, на остановке. То есть уже был какой-то такой небольшой опыт общения в Америке. Также, пробыв 3 дня в Лос-Анджелесе, я много поездил по всяким туристическим местам. И прикол в том, что каждое место, в которое я приезжал, я ощущал себя так, как будто я уже здесь бывал, как будто я все это знаю. То есть я не чувствовал себя в какой-то непонятной стране, в каком-то месте. Я чувствовал себя как будто, ну не то что дома, но в очень таком близком и знакомом тебе месте. Потому что все мы с вами видели разные американские фильмы, играли в видеоигры. Знаем эти места на подсознательном уровне. То есть видел я их живу впервые, но ощущение у меня было такое, как будто я здесь бывал уже много-много раз. Поэтому Лос-Анджелес на меня произвел такое классное впечатление. Я не ожидал даже, что мне он понравится. Обычно я от своих знакомых, которые бывали в Америке, слышал Лос-Анджелес только плохое, что это какой-то большой грязный город, в котором как бы ничего интересного нет. Но когда я приехал сюда, я ехал с таким же настроением, но увидев все это, я думаю, блин, да нет, классный же город. Поэтому я здесь и живу уже два с половиной года. И в тот момент я тоже понял, что не стоит прям слепо верить людям, нужно слушать, но самому проверять их слова. После того, как я побыл в Ас-Анджелесе, я поехал в Лас-Вегас и поехал на автобусе, я купил билет на автобус, по-моему, за 10, возможно, за 15 долларов. Побыл там тоже несколько дней. И с Лас-Вегаса я решил уже лететь куда-то, где я мог бы остановиться. У меня было две возможности, либо полететь в Бостон, там у меня были знакомые, либо полететь во Флориду, там тоже были знакомые и мог жить бесплатно. Поэтому я выбрал Флориду, там все же теплее. Побыл там несколько недель, я, грубо говоря, ничего не делал, только в основном отдыхал. Я начал решать, что мне делать дальше. У меня была открытая дата билета в Копенгаген, либо я мог поехать куда-то дальше. Виза у меня была как минимум на полгода, и я решил все же остаться в Америке, попробовать посмотреть, что у меня здесь получится. И я начал выбирать место, в которое я хотел бы поехать. Но с того, что я увидел, до этого я уже бывал на восточной части, я видел и Нью-Йорк, видел и Бостон. Я думал, что мне нужно Нью-Йорк, потому что со всех видео в интернете и прочее, все говорят о Нью-Йорке. Это самый простой город для эмиграции, потому что там много русских, много работы. Но после этого я уже понял, что я не хочу туда. Не хочу, потому что мне не хочется увидеть зиму, мне не хочется этот холод, непонятную погоду. Я хотел в Лос-Анджелес. Но в Лос-Анджелесе у меня вообще никого не было ни со знакомых, никаких связей. Я ничего не знал об этом городе, и поэтому начал смотреть в интернете, искать жилье. Поиски жилья оказались довольно-таки не то, что прям сложными, но непростыми, потому что мне не подходила цена. То есть я искал, например, комнату, и все комнаты, которые я находил, были в районе 1300-1100 долларов. Все, что было дешевле, это был какой-то ужас без мебели. И поэтому эта цена меня не устраивала. Я не был готов платить столько за жилье, хотя деньги у меня с собой были. Я привез с собой деньги. Привез их, потому что они просто у меня были, и было бы глупо их не взять. Но все же я не хотел столько платить за жилье, потому что эти деньги я зарабатывал долгое время и копил. И тут просто отдать столько меня давила жаба, да, это как минимум. На самом деле, друзья, я здесь живу 2,5 года, и у меня до сих пор давит жаба платить много за жилье. Я стараюсь это делать как можно дешевле. Но суть не в том. Суть в том, что я не мог найти ничего дешевого. Я нашел ни на крае листе, ни вконтакте, ни в другой социальной сети. Все было где-то в районе этих цен, которые я назвал. Но потом я нашел один веб-сайт. И вот он мне очень понравился. Во-первых, оформление сайта было классное, вообще как-то все было структурировано прикольно на сайте. Вот я не помню, как он назывался. По-моему, roommates.com или что-то подобное. И на этом сайте были очень классные предложения. То есть там были очень дешевые комнаты, например, 600-700 долларов. И в тот же момент они были офигенные. То есть мебель в классных домах. И я увидел это, думаю, блин, серьезно? Если это правда, тогда просто было бы шикарно. И, друзья, был только один момент, который меня напрягал. Это то, что сайт был платный. Я не мог ни написать, ни позвонить по объявлению, пока я не зарегистрировался, не оплатил бы месячные услуги на этом сайте. Или, по-моему, неделю. Да, по-моему, неделю. Во-первых, это меня как-то насторожило. Во-вторых, да, это не нравилось. Но я думаю, там, по-моему, 15 долларов в неделю стоило. Я думаю, ну ладно, оплачу, оно того стоит. По-любому, типа, 15 долларов это не так много. А, возможно, найти классное дешевое жилье, это круто. Я оплатил эти 15 долларов на этом сайте. Начал писать этим людям. Мне никто на телефон не отвечал. Я поэтому писал им на почту. Либо кто-то вообще не отвечал. А если отвечали, то в основном очень похожие тексты были. Тексты были большие. Я всем говорил, что хочу прилететь, ну, я хочу приехать, посмотреть жилье в том-то районе, где у вас там сдается. Мне все отвечали, что меня сейчас нету в городе, ты можешь связаться с моим адвокатом. Тебе нужно там отправить ему свои данные, либо там отправить сразу чек, либо еще что-то. В общем, какие-то странные эти были сообщения. Я смотрю, в основном все они одинаковые. То есть пишут очень похожие вещи, что типа они не в городе, и свяжитесь с моим адвокатом. Я думаю, что за бред? Ну, типа, и начал уже после того, как я получил несколько таких же сообщений, понимать, что весь этот сайт – это развод. То есть, во-первых, вы платите за сайт, а возможно, еще некоторые люди отправляют им свои данные, или, возможно, даже какие-то платежи. Поэтому я понял, что это все развод. Я очень тоже расстроился, потому что как так разводят людей. И начал искать дальше. И в ВКонтакте я нашел одно объявление дешевого жилья. Но это было даже не комната, а было место в комнате, где жили уже два парня, по-моему. Решил, что, блин, делать нечего. Я уже завтра, в принципе, улетаю. У меня уже билеты на руках. И мне надо хотя бы где-то заселиться, чтобы не остаться на улице. Поэтому я связался с этим контактом. Тоже это была руссковарящая женщина. Она сказала, что да, можешь без проблем заселиться. Она честно сказала, что ей нужен мой паспорт сфотографировать, там такое мелочи, заплатить за первый месяц. Но на самом деле она не фотографировала ни мой паспорт, даже я сразу не заплатил. То есть она мне просто скинула адрес и скинула пароль от двери, который я должен был ввести, и дверь должна была открыть. Получается, я прилетел в Лос-Анджелес, приехал по этому адресу, подошел к дому, к зданию, где находилась эта квартира. Я увидел это, мне уже как бы не понравилось, не понравилось, потому что здание выглядело довольно-таки старым. На входе стояло очень много мексиканцев. Ну я думаю, ладно, уже делать нечего. Я зашел в само здание, нашел квартиру. Зашел в квартиру, там никого не было. Я помню, я вот зашел, посмотрел вокруг и думаю, капец. Вот знаете, я ни слова себе не сказал, просто в голове подумал. Сел вот так на стул, начал сидеть и просто думать, зачем оно мне все надо. Я думаю, я жил в Дании, все было нормально. У меня был там большой дом, в котором я жил. Там две спальни было, зал. Все классно обустроено, то есть весь дом был хороший. Платил я за него копейки. А тут я приехал в какое-то непонятное место, за которое мне нужно было платить. И где, как бы, такие условия были не очень. В одной комнате, то есть это было как бы студии, там стояло три такие двухстажные кровати. И вот я там был третьим, кто заселился, нас было трое. Я думаю, ну елки-палки, да, дешево. Ну типа по местным меркам это было дешево. Но на самом деле это ужасно. Но вот я перетерпел первые дни, которые мне казались самыми сложными. То есть понимание просто психологическое, что вот тебе придется жить в таких условиях. Поначалу мне казалось это очень фигово. Потом я привык, и все уже было нормально. Парни, с которыми я жил, были в принципе прикольные. Сразу у меня появились, грубо говоря, через них знакомства. То есть уже все наладилось. То есть да, условия жизни там были не очень, но я там только ночевал. То есть я приезжал на ночь, и то даже не всегда. Поэтому в принципе меня это устраивало. Ни жены, ни друзей, никого у меня нет. И приехал абсолютно сам. Поэтому нормально было. Главное, что было где оставить вещи, и куда потом приехать ночью поспать. Меня это устраивало. Ну и суть еще в том, что как только я туда заселился, на следующий день я уже вышел на работу. То есть так получилось, что я долго не ждал, не сидел. Я боялся того, получится ли у меня найти работу, смогу ли я где-то заработать. Я когда ехал в Лос-Анджелес, я говорил себе так, что я поеду попробую. В худшем случае, если у меня вообще ничего не получится, я могу куда-то переехать, даже как в Нью-Йорк или Бостон, где у меня есть знакомый. Даже если и там у меня не получится, в худшем случае я всегда могу вернуться домой. Поэтому меня это не пугало, я не боялся, что у меня не выйдет. Я понимал, что в самом худшем, в каком бы ни был случае, я всегда могу уехать домой, и все будет так, как было раньше. Но попробовать стоит, потому что если я не попробую, не пойму, что же может быть. Поэтому я не знал, получится ли мне найти работу. Но так получилось, что я зацелился в эту квартиру, и один из парней, который там жил, порекомендовал мне мувинговую компанию, и сказал, хочешь, позвони, поговори за работу. Я позвонил, на следующий день мне сказали, что я могу уже выйти. И так случилось. Я на следующий день вышел и заработал уже 225 долларов в свой же первый рабочий день. И тогда я подумал, блин, ну если так, тогда я реально смогу зарабатывать. То есть 225 долларов в день, в принципе, неплохо. Так оно в дальнейшем и получилось. Я остался там, там же жил, там же и работал. И просто единственная моя, наверное, проблема в том, что я задержался там надолго. Я задержался надолго в том жилье, и задержался надолго на той работе. И это была моя большая потеря, потому что, знаете, я попал в какую-то зону комфорта, где я зарабатывал, мне хватало этих денег на все, что мне нужно. И мне было комфортно, и мне было сложно оттуда уйти, потому что я понимал, если я сейчас уйду, возможно, я ничего другого не найду. А сидеть без работы и без денег там тоже не вариант. Поэтому я как бы был заложником этой ситуации. Но сейчас я понимаю, что нужно не бояться этого, а смело уходить и менять место жительства или работы, если вам что-то не подходит, и вы понимаете, что если вы можете сделать что-то лучше и больше, чем у вас есть сейчас. И вот, друзья, в том месте, где я жил, это в Корея Тауне было, там жило очень много подобных парней, как я, то есть которые только приехали, либо только начинали свою жизнь в Америке, либо только переехали в Лос-Анджелес, другого штата. И было интересно с ними пообщаться, потому что вот таких квартир, в которых жил я, там было много, и в каждой из них жило по трое, по двое, по четверо парней. И мы все часто общались, когда выходили на улицу. И такой момент, еще в этом здании жило много мексиканцев, потому что дешевый район получается, да, и много мексиканцев было, соответственно. И большинство из них торговали наркотиками. И часто бывало такое, что ты приезжаешь вечером домой, а все эти мексиканцы стоят, знаете, с наручниками за спиной вдоль стены и куча полиции. То есть такое происходило постоянно. И еще один раз было такое, что парень с соседнего подъезда, точнее он не один парень, они прилетели втроем с России, знаете, напились, начали немножко буянить там, кричать вот этот Тагил, все дела. Что-то приставали к этим мексиканцам, там что-то начали свои это, ну, выделываться. Мексиканцы долго не думали, один вынес Калашникова, второй вынес Мачете, и начали там это бегать за этими пацанами. В итоге через пять минут уже была куча полиции, над нами летал вертолет на нашем здании, но это был ужас просто. В общем, я к тому, что не нужно их лучше дразнить, пусть они там себе отдельно живут, и все. Также случай был с одним парнем с соседнего подъезда, вот он рассказывал его версию, как он прилетел в Америку, да. Вот он первый же день, когда прилетел в Лос-Анджелес, он, я не знаю зачем, он был в районе Эхо-парка, он, по-моему, там смотрел тоже какое-то жилье. И он рассказал, что вечером к нему просто подошел какой-то, ну, тоже, возможно, мексиканец, так, латиноамериканец, и сказал ему, и попросил у него закурить. Этот парень сказал, что не курит. Ну, этот латиноамериканец просто застал пистолет, наставил на него, и просто ему сказал, отдавай все, что у тебя есть. Ну, он, конечно же, отдал все, что было, говорил, что отдал все деньги, всю наличку, и отдал ему свой телефон. То есть, вот такая у него была история, представьте, да, человека, который только прилетел первый день в Америке, и вот на него наставляют пистолет, забирают все, что было. Я после этой истории вообще никогда, вот до сих пор, сколько тут живу, я не ходил в этот Эхо-парк, я там вообще не бываю. Мне эта история так запала в душу, что думаю, ну его баня. Потому что в этом плане Лос-Анджелес неоднозначный город, и здесь, в принципе, много криминала. И вот, друзья, в заключении хочу вам сказать то, что, знаете, как бы все ни было сложно, неоднозначно, там, непонятно, но не было ни одного дня, чтобы я вот конкретно жалел о том, что я приехал сюда. То есть, не было такого, что я сел и сказал, как здесь все фигово, я хочу отсюда уехать, либо я устал, либо все это не мое. Вот прям такого у меня не было. Конечно, бывали минуты сомнения, когда ты думаешь, надо ли оно тебе все, когда ты уже скучаешь по дому, по близким. Но в итоге ты понимаешь, ради чего все это, да, и ты понимаешь, что нужно переждать какой-то момент, пока ты не получишь, например, документы, пока ты не сможешь сюда выезжать. То есть, это сложновато, но, в принципе, я считаю, оно того стоит. И я лично доволен тем, что я все-таки остался в Америке, не стал никуда уезжать, и сейчас до сих пор живу в Лос-Анджелесе и просто наслаждаюсь этим. Так что, друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Я постарался рассказать вам все честно, и так, как оно было на самом деле, все свои переживания, эмоции. Я надеюсь, вам видео понравилось. Если так, пожалуйста, напишите комментарий под этим видео, поставьте лайк, и обязательно подпишитесь на канал. Ну, а я с вами прощаюсь, с вами был Макс. Всем пока!